Качай нейрон с учеными Томского Государственного Здравствуйте, меня зовут Черепанов Виктор Николаевич, заведующий кафедры оптики и спектроскопии и заведующий лабораторией квантомеханики молекул и радиационных процессов. Я бы хотел обсудить одно из интересных направлений, проблемных направлений нашего века, я так думаю, я бы поставил вопрос так, который связан с научными и учебными задачами нашего подразделения, как лаборатории, так и кафедры. Это вопрос такой, скажем, являются ли какие-то такие серьезные болезни, типа Паркинсен и так далее, фатальным заболеванием, и которые невозможно излечить. Ответ, как бы предваряя его обсуждение, ответ, с моей точки зрения, и не только с моей, он состоит в том, что задача состоит в разработке такой новой технологии ранней диагностики и связанной с ней с превентивным лечением, которое позволило бы на самом раннем этапе, когда еще не пошли необратимые процессы, зафиксировать это какое-то нежелательное явление, связанное с какой-то болезнью. Для этого нужно разрабатывать, безусловно, какие-то объективные методы количественного контроля, как мы считаем, это физические методы, в первую очередь. И мы здесь выступаем с точки зрения развития оптических методов, развития таких технологий, поскольку они не инвазивные методы, высокоточные, высокочувствительные. И это позволяет надеяться, по крайней мере, что нам удастся в обозрении в будущем фиксировать вот эти небольшие начальные отклонения в организме человека с тем, чтобы либо их подавить где-то на начальном этапе, либо как-то, ну, по крайней мере, не дать процессу развиваться. Ну, почему я упомянул, скажем, болезнь типа Паркинсона? Ну, я могу просто озвучить, это не мой вывод. У нас приезжал недавно академик Угрюмов, который произнес эти результаты. В своих исследованиях на сегодняшний день, говорит, ни один больной не был вылечен в мире. Вот эта фраза меня так это удивила, что ни один больной в мире еще не вылечен, а только вот заглушают болезнь слегка, скоростью развития уменьшается. А вот чтобы вылечить, не удалось ни одного вылечить. И это связано, на мой взгляд, прежде всего с тем, что, ну, вообще-то говоря, отклоняюсь немножко от этой беседы, но в мире и в физике и вокруг не только мне много процессов, когда есть некие критические точки, когда система может вернуться обратно, и когда пойдут необратимые процессы, уже система не может вернуться. Возьмем даже резиночку простую, вот потянули ее чуть-чуть, отпустили на раз, и снова резиночка вернулась в исходное состояние. Сильнее она лопнулась, и мы уже ее не склеиваем. Так и здесь, по сути дела, вот, если мы успеем поймать, зафиксировать вот эти изменения, на раннем этапе, когда процесс только пошел, может, какая-то даже если ораковая клетка, одна клеточка где-то там появилась, то еще есть возможность, вот, прекратить это как-то процесс, в принципе, то есть систему вернуть в исходное состояние. Вот, в связи с этим, вот, у нас какой-то энтузиазм в этом деле появился, что не появился, а как бы поддерживает вот эта идея, наши научно-исследовательские работы в этом направлении, по развитию технологий, новых, вот, оптических технологий, направленных на вот эту раннюю диагностику, чтобы поймать ее на самом-самом-самом раннем этапе. А сегодняшние приборы, вот, особенно медицинские, как правило, они уже ловят процесс, который ушел от этого раннего этапа, начал уже развиваться, как говорят, процесс уже пошел, ну, и очень, если мы говорим про тот же раковый процесс, процесс ракового заболевания, это когда по крови пошли раковые клетки, они сразу распространяют по всему, и там очень тяжело их поймать, где-то что-то там уничтожить и так далее. И другое дело, когда мы их обнаружили, где они вот начинают зарождаться, и пока еще они даже в кровь не ушли. Как можно это регистрировать с нашей точки зрения? Тут два подхода. Вот один метод, это методы визуализации, мне, может быть, уже рассказывали, вот, профессор Кистенев, наверное, рассказывал про эти методы, вот, чтобы увидеть, разработать аппаратуру типа томографов, которые могут видеть, локализовать, прямо процессы просмотреть. Это да. С другой стороны, надо понять состав, допустим, там, материала тех же клеток или из чего там какие-то процессы, физико-химические процессы идут. Вот здесь вот нужны методы спектроскопии, которой мы занимаемся, это как бы другая сторона медали, и методы квантовой химии, связанные с, даже квантовой химии, я бы сказал, такой, органической химии, или квантовой химиобиологии, вот, или биохимию, это квантовая биохимия, связанная с живым организмом, вот, которая дает, позволяет понять, какие физико-химические процессы происходят на молекулярном уровне, если мы это поймем расчетным, потом экспериментальным путем, то тогда появляется возможность уже влияния непосредственно, скажем, визуально мы могли увидеть, обнаружить, что да, где-то там процесс, а потом спектроскопическими методами узнать, что за процессы, понять там, как, что происходит, и тогда появляется такая уже объективная возможность влияния на вот этот процесс, подавление его, или как-то разрушение там связей молекулярных и так далее, чтобы молекулы нежелательные не развивались в росте там, или так далее. Вот эти два направления, собственно, и лежат в рамках вот такого направления научного и необходимости вот там и учебной подготовки специалистов по пиофотонике. Вот. Поскольку у нас в Томском университете такое счастливое, как бы, стечение обстоятельств случилось, что у нас были школы крупные международного уровня по спектроскопии, очень мощное задело по биофотонике, по визуализации, появился вычислительный центр у нас, как раз где-то 10 лет назад примерно, вот, открылись возможности, связи у нас очень сильные с международной нашей лабораторией и кафедрой. Это с Центром научных исследований во Франции, значит, с научными группами в Хельсинки, Финляндии, Швеции, Стокгольме, которые занимаются очень близкими тематиками, в частности по органическим таким системам, как вот порфирины, которые у нас, в общем-то, они как раз там, где опухоли происходят, там они накапливаются, и про процесс, вот, знаете, вот эту структуру, свойства этих молекул, очень важность для понимания, что происходит при росте клеток, вот таких вот связанных. И порфирины там все время присутствуют, как строительный материал. Вот, и вот это, как бы, наличие вот таких вот, как бы, исходных данных позволило поставить вопрос об открытии и новой магистрской программы подготовки специалистов на базе научно-исследовательских работ в лаборатории по направлению биофотоники. Нацеленность этой работы, как раз подготовка специалистов именно вот в этом междисциплинарном направлении на стыке физики, химии, биологии, вот, математических методов расчетов вот таких сложных биологических систем. Вот, и как раз за тот задел, который был сделан, он оказался очень кстати, и, собственно, благодаря этому заделу удалось и открыть это направление. Вот это очень важно для развития этого направления, и мы, в конце концов, надеемся, что мы вот придем к той ситуации, когда такие вот приборы, чтобы решить эту задачу на ранней диагностике, все же она будет, ну, не то, что будет быстро достигнута, по крайней мере, мы будем приближаться к решению этой задачи довольно быстро. Если кратко, то вот на этот поставленный вопрос, который я вначале озвучил, я вот так вот бы ответил бы. То есть, есть задача современности, это вот ранней диагностики, с тем, чтобы все же победить эти болезни, которые вот на сегодняшний день не лечатся практически. Безусловно, эта работа должна быть с медиками в перспективе, то есть мы тут в физике одни ничего не сделают. И решение, как мы видим, этой задачи состоит в разработке вот этих новых технологий, именно ранней диагностики. И в нашем случае эта ранняя диагностика будет базироваться на высокоточных, высокочувствительных оптических методах. Спасибо за внимание.